Видите, вот печать какая-то, Сбербанк, подпись. Человек, который лично знал Сталина, теперь говорит только одно. Сталина на них нет. Леонид Аллилуев, племянник вождя народов, стал жертвой мошенников. Аферисты позвонили пенсионеру и обманом похитили у него крупную сумму денег. Они представились работниками Центробанка. Мошенники все знают, поэтому нам надо, так сказать, мы ведем с ними борьбу. Поэтому откройте нам личный кабинет онлайн. Для убедительности на электронную почту пенсионеры отправили несколько писем с печатями и логотипами банка. Вероятно, в одном из них и оказалась ссылка на скачивание приложения для удаленного доступа. Что-то они там начали шуровать, и я, так сказать, вовремя не сообразил. В конечном итоге они там все очистили. С одного из счетов исчезли 2 миллиона рублей. С других списать средства у мошенников не получилось. Служба банковской безопасности успела заблокировать подозрительные транзакции. Леонид Станиславович обратился в полицию. На этом бы мошенникам остановиться, но жадность подвела. Они снова позвонили. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, попытались выманить у пенсионера оставшиеся деньги. Почти 3,5 миллиона рублей. Я должен пойти в банки и снять деньги. Что это якобы нужно для того, чтобы переписать номера купюр. Забрать наличные должен был курьер. Он заподозрил, что данные лица не являются сотрудниками полиции. Сообщил об этом нам в отдел. В результате в полицию была задержана гражданка, которая в настоящее время находится под стражей. Телефонное мошенничество. Настоящий конвейер обмана. В прошлом году у россиян похитили более 150 миллиардов рублей. Он прежде всего человека заводит в ситуацию, когда он заставляет его волноваться. Он вас подводит к любым действиям, когда вы снимете собственные денежные средства, находящиеся на счете, и переведете их злоумышленникам. Лекарство от этой ситуации нужно положить трубку. Это самое главное. Положить трубку и ни в коем случае не разговаривать. Вот кадры задержания группы подозреваемых в мошенничестве. Аферистов помогла вычислить студентка Анна Левина. Правда, прежде сама попалась на их удочку. Продавала журнальный столик в интернете, и покупатели пообещали перевести ей задаток. Они сказали, что они отправят мне ссылку. Она выглядела совершенно как официальная ссылка полностью. И нужно было ввести просто данные карты. Счет не пополнился. Наоборот, с него списали 12 тысяч рублей. А после этого мошенник сделал ей предложение. Он предлагает мне работать вместе с ним. Это называется воркать или скамить людей. И, соответственно, он предлагает купить мне сим-карту, которая оформлена на умершего человека. Она стоит порядка 15-30 тысяч. Парень раскрыл всю схему. Сначала переписывался, потом стал слать голосовые сообщения. Давай ты просто скачаешь NordVPN. Я тебе куплю аккаунт. У меня тут e-mail и пароль. Ты их просто введешь. Выберешь страну, любую вообще. На этом и погорел полицейский. Его вычислили по голосу. А второго участника по номеру счета виртуального кошелька. Если вину молодых людей докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.